Редактор субтитров А.С. Корректор А.Кулакова Здравствуйте! В эфире экспресс-выпуск деталей дня в студии Мария Морозова. На первой очереди Белоярской атомной станции сегодня побывали журналисты. Эксклюзивная экскурсия прошла в рамках пресс-тура, посвященного выводу из эксплуатации энергоблоков. Журналистам показали по-настоящему уникальные объекты, которые были закрыты от общественности в последние 25 лет. Щит ДОС-контроля, блочные щиты, управление и маш-зал первой очереди Белоярской атомной станции. Примечательно, что пресс-тур прошел накануне вывода первого и второго блоков из эксплуатации. Все особенности этого трудоемкого процесса специалисты станции объяснили на заседании пресс-клуба «Чистая энергия» в подземном пункте управления. Более подробно об уникальной экскурсии смотрите завтра в программе «Детали дня». Нешуточное увеличение. С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии. Ожидается, что уже в следующем месяце прибавка составит 10%. Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, предусматривающий возможность проведения в стране совмещенной индексации социальных пенсий с 1 апреля, сообщает пресс-служба главы государства. До этого, напомним, социальные пенсии индексировались дважды в год – 1 апреля и 1 июля. Новый закон позволяет совместить эти сроки, что позволит учитывать не только темпы роста инфляции, но и прожиточный минимум пенсионера за прошедший год. Агентство РИА Новости сообщает, что первая совмещенная индексация произойдет уже с 1 апреля 2011 года, а прибавка к пенсии составит в среднем на 10,27%. Все справки по увеличениям социальных пенсий в Заречном можно получить в управлении Пенсионным фондом по телефону 73532 и 32373. Пошли на повышение. Свердловские врачи получат существенную прибавку к зарплате. Об этом вчера заявил губернатор Александр Мишарин на встрече с работниками регионального здравоохранения. Заявленная прибавка составит 6,5%. Начисления пойдут уже с июня этого года, сообщает информагентство Новый регион. Вместе с зарплатой врачей в больницах региона возрастет и качество самой медицины. Самые современные аппараты и в скором времени должны появиться во всех Свердловских больницах и роддомах, заявил глава регионального Минздрава. На модернизацию Свердловской медицины региональные власти готовы потратить почти 17 миллиардов рублей. Ждать автобус, возможно, станет скучно. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Анищенко предлагает запретить курение на улице в местах массового скопления людей, сообщает Урал.ру. Сферу ограничений на курение необходимо расширять. Например, запретить курение на транспортных остановках, трибунах стадиона и в других местах на открытом воздухе, заявил государственный санитарный врач Геннадий Анищенко. Такие жесткие ограничения уже действуют в некоторых странах Запада и Азии. Кроме того, глава Роспотребнадзора напомнил, что по действующим нормативам в барах, ресторанах и подобных заведениях курить нельзя. Но их владельцы все равно стараются выделить места для курильщиков, опасаясь потерять клиентов. По мнению Геннадия Анищенко, запрет на вредную привычку, наоборот, привлек бы людей в заведения, поскольку некурящим больше не пришлось бы испытывать дискомфорт из-за табачного дыма. Прекрасное рядом! В седьмой школе открылась выставка репродукции картин XIX века. Это работы немецких, австрийских, итальянских художников из серии «Восток». Копии настоящих шедевров можно будет увидеть до конца весны. Красивая выставка, конечно, «Восток», она такая радостная, радужная, вся разноцветная. Что-то можно увидеть для себя, иногда необычные детали, когда рассматриваешь картину, что-то находишь интересное в архитектуре, в окружении. Выставка повествует о целой географической эре, протянувшейся от Балкан до Судана. В своих картинах европейские художники изобразили «Восток» таким, каким они его себе представляли. В седьмой школе можно окунуться и в мир портретов Франциска Гои. На суд зрителя выставлено сразу 26 репродукций знаменитого живописца. Эту выставку называют «Передвижной». В Заречный она приехала из Самары в рамках 10-го выставочного сезона. Теперь среди репродукций ученики седьмой школы занимаются изобразительным искусством. Ребята не только узнают о жизни и работах художников, но и пытаются перенести в свои альбомы отдельные фигуры. Например, образ верблюда или дамы на коне. Мне очень понравилась картина Франческо «Красавица Гаремма». Красивые краски, которые я очень люблю. И девушка мне понравилась тем, что она лежит в симпатичной форме и она любуется сама собой в зеркальце. На танцевальном перекрестке ансамбль «Радуга» вернулся на днях с межотраслевого фестиваля хореографического искусства. В городе Тезки-Заречном Пензенской области наши артисты завоевали победу и звание лауреатов сразу в нескольких номинациях. Екатерина Тонких встретилась с триумфаторами и узнала, почему плакали пензенские зрители. В этом танце по задумке хореографа молодые девушки верят и ждут возвращения своих мужчин с фронта. Вечные надежды на лучшее в постановке сквозь время принесли нашим танцорам победу на межотраслевом фестивале хореографического искусства «Танцевальный перекресток Росатома». Такой мини-спектакль в танце затронул сердца не только жюри. В зрительном зале в глазах виднелись слезы. Когда выступал наш коллектив, говорят на первых рядах, бабушки и остальные люди просто плакали от переполнения эмоций. Эмоции на сцене – это их главное оружие. Благодаря им коллектив «Радуга» завоевал звание лауреата второй степени в номинации «Эстрадный танец». Ради такого творческого номера жюри учредили специальную награду – спецприз жюри за артистизм. Актерское мастерство помогло танцорам заработать награды и с другими двумя постановками. В возрастной категории от 15 до 18 лет «Радугу» отметили дипломом третьей степени за танцевальные номера над «Волнами» и «Черемухом». Для нас это очень хороший результат, потому что уровень фестиваля был достаточно высокий. Как и коллективы показали свой высокий уровень, так же и организация самого фестиваля. На танцевальный перекресток в этом году поделиться хореографическим мастерством съехались творческие коллективы из Пензы, Снежинска, Озерска и даже из Балакова, Удмуртия. Со многими из них участники «Радуги» уже были знакомы. Не раз приходилось делить сцену. Главными в борьбе за награды стали коллективы из Заречного Пензенской области. Братья по оружию из одноименного города встретили наш коллектив как родной. Как отмечают участники «Радуги», подружиться удалось сразу. Нам больше нужно было поделиться своими эмоциями, своим жанром, участием, посмотреть другие коллективы. Слово «конкуренты», слово «сражались» такого не присутствовало в принципе у нас даже в сознании. То есть это наши друзья. С друзьями по искусству хореографическому ансамблю «Радуга» скоро вновь предстоит встретиться. На фестивале любителей танца на горе Сугамак, что недалеко от города Кыштым. Туда коллективы отправятся в середине июня. Екатерина Тонких, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok